Мария Минситова занимается традиционной росписью по яйцам. Другими словами, создает писанки. На сыром яйце с помощью кистки и воска она прорисовывает орнаменты. Это, как правило, гармоничное сочетание определенных линий и символов. Точки – это семена, которые должны дать сходы, а черточки – вспаханная земля. Как ни странно, яйца с прописанными на них символами больше не портятся. Даже если оно несколько лет стоит и потом разбивается, то есть какого-то такого тухлого запаха нет. Легкий запах крахмала. Увлечение пасхальными яйцами быстро переросло в нечто неповторимое – резьбу по хрупкой скорлупе. Самым сложным оказалось найти страусиные яйца. Сюжет маленьких произведений искусства – это и портреты известных в мире людей, традиционные орнаменты и даже копия архитектурных шедевров. Этот вот ночник у нас один из последних. Узор на нем повторяет, я надеюсь, что повторяет узор на Дмитриевском соборе во Владимире. За два с половиной года увлечения Мария создала почти 15 светильников из страусиных яиц. Каждая как главный символ Пасхи и, несомненно, объект современного искусства. Яйцо – символ начала новой жизни, продолжения рода и даже зарождения Вселенной. Эта форма нашла отражение и в произведениях искусства. Так именно уроженцем карельского села Ялгуба. Ювелиром Михаилом Перхиным было исполнено первое пасхальное яйцо фирмы Фаберже. И тогда же, с 1885 года, эта фирма стала ведущим поставщиком пасхальных яиц сувениров императорского двора. А самая известная мастерица Донецка Марина Нестерова уверена, яйца сегодня – это уже не просто символ, магия. Фокусники же не раскрывают своих секретов. Да, только у меня, в отличие от фокусника иллюзионистов, только ловкость рук и никакого мошенничества. Впрочем, секрет уникальной вышивки на яйцах специально для нас все же раскрыли. Куриное яйцо, шелковые ленты, нитки мулины, полет фантазии. А дальше дело техники. Для создания работ Марина Нестерова использует восемь разных игол – терпение и титанический труд. И на пасхальных яйцах могут появиться украинские мотивы, анетины глазки и так любимые мастерицы, совсем как живые розы. Такой подарок на Пасху, конечно, хочется сберечь. Наталья Блиханчук, Роман Савич для телеканала «Звезда», Петрозаводска, Барнаул, Донецк.